Мотоциклы, облегченные питбайки, электромашины, моторы ревели на протяжении нескольких часов. Большинство участников – подростки и молодые люди. Например, Григорий. Ему всего 15, огоняет на протяжении уже 5 лет. Сложность состоит из-за того, что у нас работают все группы мышц, абсолютно все. То есть, начиная от спины, заканчивая пальцами. Опасность практически не составляет все зависит от экипировки. Если ездить с умом, все продумывать, тренироваться хорошо, вряд ли вы сможете упасть. Тем не менее, редкая гонка обходится без травм. На соревнованиях обязательно дежурят несколько бригад скорой. В этот раз помощь медиков оказалась крайне необходимой. 17-летний участник неудачно упал во время тренировочного заезда. Итог – сломанное ребро. Опытные гонщики рассказывают, в мотоспорте нельзя полагаться исключительно на машину и экипировку. В автоспорте там значение автомобиля для результата, ну, грубо говоря, 70% и 30% гонщик. А у нас наоборот. Мотоцикл, конечно, тоже очень важный, но мастерство гонщика более половины от мастерства гонщика зависит. А какие характеристики? Ну, сила, момент, сила, реакция, огромная реакция. И главное, конечно, желание – идти к цели. Забыв препоны, а помни цель. Для Бориса Дмитриевича Юдина мотоспорт – это вся его жизнь. Чемпионом СССР по мотогонкам становился 14 раз. Затем воспитывал лучших спортсменов Союза. Тренировал практически до 80 лет и до сих пор поддерживает и дает советы тем, кто только начинает карьеру. Долгие годы работают рука об руку с Николаем Радченко, заслуженным тренером СССР по мотоспорту. Сегодня Николай Михайлович – один из главных организаторов гонок в Ленинском округе и наставник многих участников. За развитие авто- и мотоспорта болеет всей душой. Даже свой день рождения празднует, находясь на гонке. Я начинал тоже с 12 лет заниматься этим видом спорта. Занимался мотокроссом, занимался мотоболом, занимался спидвеем. Говорят, чем раньше начнешь, тем увереннее себя будешь чувствовать в свое время. Ребята начинают познавать навыки технической грамотности. Они разбираются в моторах, разбираются в физике и развиваются физически с тем, чтобы потом можно было показать хороший результат. Чем раньше начнешь, тем лучше результат. В этом уверена и Екатерина Свирина. Оба ее сына гоняют на мотоциклах. Четырехлетний Дмитрий младший не только в семье, но и на гоночной трассе. Мне кажется, это мужской вид спорта. Потому что у меня мальчики. Я хочу, чтобы они мужчинами были. Младший просто ходил на тренировки к брату. Сначала у меня в животе, потом в коляске, а потом уже у него не было выхода. Тем не менее, многие готовы поспорить, что мотоспорт – это исключительно мужское дело. Например, сестры Ксюша и Лера Романенко. Обе гоняют аккуратно, но уверенно. Поэтому обходятся без падений и травм, но на пьедестал регулярно поднимаются. У меня есть два третьих места. Я пришла, потому что у меня сестра начала заниматься. И мне это очень сильно понравилось. Когда меня папа один раз посадил, мне понравилось, и я захотела ехать. Интересно на мотогонках не только в качестве участника, но и в качестве зрителя. Кстати, 10 сентября на трассе в Горках Ленинских состоится финал первенства Подмосковья по мотокроссу. Среди участников будут лучшие из лучших, а значит драйв и яркие эмоции обеспечены.